Мы сейчас находимся на территории учебного полигона. Здесь выставлены те самолеты, которые уже свое отлетали. Здесь стоят даже знаменитые Ан-2 и Як-40. Обе модели начали выпускать еще в СССР. Ан-2 в 1947 году увидел небо, Як-40 в 1966. Самое главное, что обе модели до сих пор выпускают и используют по всему миру. В сельском хозяйстве, в пассажирской авиации и даже в военной области. Ан-2 или кукурузник в простонародье. F-40, Ту-154, Ту-134 «Боинг». Почти всеми известными моделями самолетов удалось управлять летчику Александру Лютых. Выполнял и пассажирские, и грузовые рейсы, междугородние и международные. Германия, Южная Корея, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Но это было 7 лет назад. Зрение уже не то, рассказывает Александр Владимирович. Сейчас он работает на земле, возглавляет отдел расследования авиационных инцидентов гражданской авиации. Самый любимый, можно сказать, это был, конечно, наверное, Ан-2, потому что вроде и первый, и самолет летает только визуально. В общем, в основном работал на химработах, на малой высоте. И вот действительно ощущения полета, ну, наиболее такие запоминающиеся. А уже, конечно, большая техника, там что только оторвался от полосы. Ну, как правило, всегда выше 10 тысяч. Ну, такого ощущения полета, именно как на Ан-2, конечно, нет. А началось все просто. В 1974 году после школы поступил в летное училище. Тянуло в небо, прошел большой конкурс. Два года обучения, и мечта сбылась. Сел за штурвал Ан-2. Отлетал Александр Владимирович больше 16 тысяч часов. Ему сейчас 62 года. Хотя по требованиям летчик может уйти на пенсию, побывав в небе лишь третью часть из этого времени. То есть 6 тысяч часов. Я когда перестал летать, я остался так же работать в этой системе. И все время с пилотами, с самолетами. И вроде как бы я и не уходил, понимаете. Ну, да, конечно, полетать бы еще хотелось, но не получилось больше. Столицу республики часто посещают гости из разных стран. Прибыли американские ученые. Раньше аэропорт находился совершенно в другом месте. В черте города, в районе Южной магистрали. Принимала эта гавань, вспоминает Александр Владимирович, лишь один рейс из московского Домодедова. В 80-х аэропорт сменил место дислокации. С тех пор он так и находится в прикороде Бишкека. За все время, которое провел в воздухе, Александр Владимирович не припомнит никаких серьезных инцидентов. Как и сейчас, когда он занимается расследованием таких случаев. Ну, инциденты, это же техника, конечно, они бывают, но таких, слава богу, за последнее время, после турецкой катастрофы Боинга 747-го грузового тут, у нас пока таких после этого не было серьезных. Ну, да, имеется кое-какие там, как вам сказать, ну, незначительный отказ бывает там каких-то систем самолета. Ну, в основном, вот такое расследуем, ну, это будничная такая, скажем, работа. Техника есть, техника, и, к сожалению, ничто не вечно. Да, бывают отказы, но они, как правило, незначительные, особо на безопасность полетов существенного влияния не оказывают. На сегодня в Кыргызстане 11 аэропортов. Часть из них обслушивает только внутренние рейсы. Парк невелик, всего лишь 13 воздушных судов. Такие данные приводят над Статком. На них летает более миллиона пассажиров в год. Кстати, коллег Александра Лютых по стране насчитывается более тысячи. Отметим, летать самолетом из нашей страны в небе над Европой запрещено. Кыргызстан не может выйти из этого черного списка с 2006 года. Компании-перевозчики не соответствуют необходимым критериям.